Здравствуйте! С вами Ромео, дорогие подписчики! Сегодня я расскажу вам об открытии грандиозного торгового центра Mall of Antalya. Кстати, в нем сегодня вечером будет концерт популярной группы Anadolo Atishy. Чтобы не ошибиться и не пропустить торговый центр, вы можете ориентироваться на рыженький торговый центр Mall of Depot, в котором действует круглый год скидки на европейские бренды. Или же ориентироваться на этот истребитель. Добраться до торгового центра можно на наземном метро, которое называется Entree. Скоростное наземное метро все комфортненько, быстренько доставит вас из центра прямо до торговых центров. И вот мы наблюдаем приезд поезда. Достаточно современные крутые поезда. посадка людей в наземное метро. И они отправляются дальше в центр. Надземный переход. Стойте справа от Mall of Antalya через дорогу находится аэропорт города Анталии. Сразу после прилета вы можете на 600 автобусе достаточно быстро оказаться в торговом центре. Или перед отлетом из Анталии посетить торговый центр. Видите, как низко пролетают самолеты рядом с торговым центром Анталии. Депо, в котором действует круглый год скидки на европейские бренды. Если вам будет интересно узнать о нем, пишите в комментариях. Если вы желаете узнать, какие бренды представлены в Mall of Antalya, и хотите побывать вместе со мной на концерте популярной группы, оставайтесь со мной и досмотрите это видео до конца. И с надземного перехода мы спускаемся на лифте в торговом центре. Мы вышли из лифта надземного перехода и перед нами Mall of Antalya. Последуем и посмотрим, что же нас ждет внутри. Как вы догадались по праздничной вывеске открытия торгового центра, Mall работает с 10 утра до 11 вечера. Кстати, мне понравилось украшение вдоль дорог у торгового центра. Тут у нас кактусы, редкие деревья бомзай и, конечно же, популярные в Турции пальмы. Тут величественно в виде небоскреба смотрится парадная Mall of Antalya. Кстати, вы можете наблюдать уже более зрелые деревья бомзай. Классно смотрятся у входа. Клумбы с другими растениями. И, конечно же, популярная в Турции веганвили. И вот мы оказываемся внутри торгового центра. Народа пока немного, потому что открытие планируется на вечер. Конечно же, секьюрити. Проходим проверку и следуем дальше. Торгового центра говорит, готовы вы к новому уровню моды? Моды. Думаю, что готовы. Ну да. Тут несколько моднее, больше похоже на хендмейд. Даже. Платюшки в стиле рок. С рыжими цветочками на красном фоне. Пляжные сумочки. Пляжные сумочки. Стаканы для коктейлей. Сумки женские. Опять пляжные сумочки. H&M Demi в популярном бренде. Много интересных вещей. Более сдержанный стиль. Но все со вкусом. Мы выходим и отправляемся к следующему магазину. Кстати, мы оказались на втором этаже. Тут также дублируется бренд Cotton. Мы его уже смотрели. Краем глаза просто глянем. Также новые. Все примерно в том же стиле. Симпатичненько. Классненько. Мы продолжаем наше путешествие по бутикам. В торговом центре много света. Очень интересно сделано все. Чем-то напоминает немного GUM в Москве. Тут рекламируются всякие подарки при покупках. И следующий бутик у нас косметика. Как вы догадались, в бутике косметика у нас. Музыка. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Также представлены другие бренды, как DimaTorzok 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 Очень красиво, потрясающе, шикарные кубки, супер, а это, кстати, можно дарить мою дожону, жениха и невесту, потрясающие бокалы, часы, подсвечники, просто все шикарно. Пахнет лоском, определенно есть вкус и стиль у основателя бренда. Симпатичный ловцы снов, а это у нас турецкий стиль, я так полагаю, все в золоте, аккуратно, обратите внимание. На эту ручную работу, наверняка все это стоит достаточно дорого, все потрясающе, просто шикарно. Для тех, кто предпочитает роскошь, определенно сюда слоны, символизирующие до остаток и силу. Шикарно, все шикарно. Тут у нас коллекция слонов, птички, симпатичные рамочки. Столовая утварь. О, обратите внимание, у нас цвет тарелок. Все достаточно неординарно. Все это наше добро стоит 1600 рублей. Снова Прованс, розовые тона. Есть беседочка для посиделок на балконе. Надо же не забыли и про балкон. Балкон достаточно популярное место у турков. Они любят пить чай на своих балконах. Симпатичные бабочки в золоте и радужная. Натуральные цветы. Да, сочные. Я полагаю, это для вам помо. Для ароматов. Очень красиво. За стороны ангелочки у нас тут. Симпатичные бабочки. Да, не хочется уходить определенно из этого магазина. Все просто. Шикарно. И со вкусом. Для любителей посуды тут просто рай. Все просто уникально. Очень-очень красиво. не стандартной формы, дизайнеру определенно огромный респект, да, все замечательно. Тут немного похоже на русский стиль, белые розы, подкупают всегда, и снова золото, птички, цветы, шикарные люстры, все супер, смотрите на обрамление этих бокалов, подсвечников, просто шикарно все. Ой, а тут супер, оригинальная задумка, светильники в клетке. Супер, три покупки на 1000 лир делают скидку 30%, напоминаю, это был Бернардо Шоп, все для дома и для виктора. Даже 50% скидки. Супер, возвращаемся с этим магазином и продолжаем наше путешествие. Следующим нашим брендом будет G&G. Прошу не путать с G&G, это не Дольче Габбана, но посмотрим, что нужно. Да, как вы догадались, тут все спортивное. Популярные бренды, как Puma, достаточно много. Все яркое, красивое. Симпатичненькие маечки яркие. Редко встретишь одежду бренда Ferrari. Вот, популярные лекала с Ferrari, сколько же стоит удовольствия. Да, тут не видно. Сейчас узнаем у продавца. Познаем цену. Это у нас 140 лир, порядка 30-40 долларов. Достаточно доступно для бренда Ferrari. Интересные кепочки, яркие. Все достаточно симпатично. Детская область, спортивная. Итак, здесь вы можете купить маечки бренда Ferrari за 40 долларов. Также представлены бренды Speedo и Puma. Это был бутик G&G. А мы продолжаем наше путешествие. Если у нас все предсказуемо. Это немецкая фирма бытовой техники и другой техники, которая себя зарекомендовала по всему миру. Немчики обладают качеством. Поэтому технику немецкую можно смело брать. И не думать о ремонте ближайшие 10 лет уж точно. Хладильники по 30 тысяч. Вот, в среднем это у нас есть тысяч долларов. Кандей. А, тут даже есть за 4 тысячи. В общем, я ошибся, там были за 3 скорее тысячи. Значит, порядка тысячи-полутора тысяч долларов. Ну, для такой техники, конечно же, не дало. Встроенные микроволновые печи. Кулеры для воды. Стирание машины. До 3 тысяч, до даже 2 с половиной тысячи лет. Что-то следите за своим весом. Должен приобрести весы. Фены, утюги. Мультиварочки, кофемашины. Плазменные телевизоры. За 1000 лир. Всего-навсего. Это порядка 16 тысяч рублей. Это был магазин Bosch. А мы следуем дальше. Магазин. И у нас Samsung. Телефоны. Плазменные телевизоры. 3D. Амоледы. С изогнутыми экранами. 55 дюймов. Даже газовые плиты есть у Samsung. И вытяжки. Хладильники. Стиральная машина. И, конечно же, пылесосы. Это был магазин Samsung. И популярные их очки. Свойчики. Веб-танка. И популярные телефоны. Кстати, флагман S8. Магазином Samsung. У нас бренд Hissar. Который продает кухонную утру. Тут, конечно, не так круто, как у Бернарда. Но тоже достаточно симпатично. Очень много приборов. Столов. Приветствует нас эксперт по продажам. Симпатичные подносики. Да, тут чуть, конечно, попроще. Но тоже все интереснее. Обратите внимание на огромные ложки. Они просто здоровые. Вот сравнил с размером руки. Ну, и вот ложечки квадратной формы. Есть также грим-машина. Кто готовит к ней. Ну, в общем, как-то так. Продолжим наше путешествие. Мы посмотрим, какие бренды ждут вас далее. Следующий магазин у нас Horkmas. Horkmas тоже продает кухонный утварь. Мы не будем заходить дальше. Все примерно похоже. Идентично. Отметишь только такие симпатичные блюдца. С яркими чашками. Для любителей кофе самое то. Да, а вот следующий магазин стоит нашего внимания. Это Toys Shops. Давайте посмотрим, что внутри. Как вы догадались, это магазин игрушек. Мы прогружаемся в детский мир Toys Shops'а. Славные самокатики. Встречают нас слабости для детей. Игрушки. Петродулы, куклы. Барби всех мастей. Мои племянницы просто обожают куклы. Нужно будет закупить для них парочку. Тут для любителей астрономии. Скорее всего для мальчиков собирать лего. Пастелины, раскраски. Токоняшки. Акционируем. А тут для тех, кто любит покрупнее. Гидроциклы целые. Автомобили. Любителям Джека Воробья. Императоров. А также рыцарей и халков. Управляемые радиовертолетики. Радиоавтомобили. Самолетики. Конструкторы самолетов. Да, можно утонуть в изобилии детских игрушек. Пакетки для волейбола, для тенниса, детские для тенниса. Очень интересные. Токей, бейсбол. Токей, бейсбол. Белые домики популярных игрушек. А также обуночка для детей. Самокатики, коляски, детские велосипеды. Мячи, ролики. Каски для роликов. В общем, все. Симпатичные продажи. Имеется скейт для детей. Итак, мы продолжаем наше путешествие. Следующим магазином у нас будет магазин Мави. Это тоже популярный турецкий бренд. Магазин Мави нас встречает. Шикарные листры с излиминем. Джинсовая одежда. Ребята, очки. Славные кепочки. С конопляными листами. Любители покурить. Оценят. Рубашечки с завернутыми рукавами. Я полагаю, что это у нас лен. Летом будет очень комфортно в таких кусочках. Имеется также детская одежда. Цены. Можно купить два комплекта по цене одного. Либо один комплект за 99, либо два за 169. Шарфики, рюкзачки. Много джинсовой одежды. Шляпок. Шарфов. Все. Достаточно полейберс. В общем, как-то так. Мави Black стайл одежда. И мы заканчиваем на Мави Gold. И отправляемся к следующему бутику. О, какая разноцветная. Здравствуйте. Как-то так. Популярная у молодежи одежда. Следующим брендом у нас будет Elsiva Kiki. Я уже делал обзор на улице Гуйлюк этого магазина. Elsiva Kiki встречает нас достаточно кричащими, яркими цветами. Детская одежда. Купальнички. Вот, где я буду приобретать купальники для своих племяшек. Которые просто обожают резвиться на море. Да, достаточно недоступные цены. 8 лир. Это около 100-120 рублей. Интересные диванчики к лисику. Имеется также осенняя одежка. Супермен с Супермамой. О, посмотрите, какие симпатичные зеркала для детишек. Определенно они будут долго тут стоять и любоваться с собой. Посмотрите, какой я Супермен. Будет вот такой моднялый ребенок у нас. В пляжном стайле. Бич стайл. Для любителей Человека-паука. Тут целая серия. Много детской одежды. Я так полагаю, что это Elsiva Kiki. Освященный детишкам. Да, детские шляпочки для девчат. О, а тут уже для грудничков и младенцев. Не встречал обычно манекенов грудничков. Но тут они есть. Супер-супер. Очень много манекенов грудничков. Еще моим рожице порисовать. Будет славно. Посмотрите на эту. Мадам. С батоном на... С бутоном на голове. Простите. О, арбузики. Арбузики всегда популярны. Но такими счастливыми будут ваши деточки, когда вы их приоденете. Такую яркую одежду. Модель, я смотрю, популярна. Это был детский Elsiva Kiki. Мы продолжаем наше путешествие. И сразу же нас встречает Синя Тэтч. Я полагаю... Да, я уверен, что это кинотеатр. Круто сделали, что прямо в холле можно смотреть тизеры фильмов и решать, на какой же фильм пойти. Супер-решение. Достаточно длинно. Целых 15 метров. Касса. В интересном стиле. Вот, что у нас тут. Форсаж. Очередная серия. 11 залов. Проход в зал, я так полагаю. За зеркальными стуками. Как-нибудь сделаем обзор. И по кинотеатру отдельно. Продолжим наше путешествие. Далее нас ждет Ops Play Kids. Мы поближеаемся. Мир аттракционов для детишек. Ops Play Kids. Коняшки, поезда. Воздушные. Батутная зона. Горки. Камикадзе. Поезд со стрелялкой. Вертолетики. Касса для получения билетов. О, можно покататься на дельфинчиков. Окей. Паровозик со светофором. Что тут осьминог. Все в стиле матрицы 0.1. О, какой меткий парнишка. Попадает Прямо сердца. Трелялки. Танцующая беговая дорожка. Окей. Парк юридского периода. Аттракцион. Sega Mega Drive. Шерроресурс. О, акула. Дракончики. Такой малец. В такой огромной капсуле. Ой, славненько. Все тут красивенько. Даже есть мото Харли Дэвидс. Круто выглядит. Можно покидать кольцо. Баскет. Все симпатичненько. Классненько. Замечательно. А вот есть даже изобретение Леонардо да Винчи. Не подумайте. Смотрите, какая принцесса у нас катается. На корейцах. Тут у нас продаются шарики бренда. Вот радушная продавщица. Детишки играют у нас в шарики. Бассейн шариков. Следом у нас идет Бургер Кинг, Сабвей, Кофе Донат, Бионар и Шигдер, Тепе Донер, Сбаро, Арбис, Поппис, Уста Донерси и даже Макдональдс. Эфенди, Кебаб. В общем, как вы догадались, это зона кафетерий. Таук, Афсар, От Антик. И там в конце Осман Тюрк, Муфтаги, написанное в красивом шрифт. Все достаточно красиво, интересные цветные люстры. Козже заскочим перекусить сюда. А пока мы продолжим наш обзор. Ну, по кафетериям и так понятно. Ну, давайте немного покажу цены, чтобы вы могли ориентироваться. Сколько же стоит бургер в Макдональдсе Турции? Ведь ценовая политика Макдональдса разнится от страны к стране и может отличаться втрое. Например, в Америке или в странах третьего мира. Ну, вот. Биг Тейсти популярный тут стоит 12 лир. Это около 3 долларов, я думаю, да. В Москве стоит такой 170. Тоже около 3-4 долларов. Значит, Турция на уровне Москвы, по крайней мере, по ценам на Макдональдс. Можете ориентироваться на российские цены. Вот. Уста Донарге имеет точно такие же бургеры темные, как Black Stars Moscow, основателем которого является Тимоти. Есть даже блюда по 3 лиры. Салатки фрешики. В Попперце у нас продается мясо. Куриное. Это а-ля Burger Inc. В Firebiz у нас тоже бургеры. С интересной начинкой. С бара, естественно, у нас пиццы, гарнир. Вон, даже такая жирная тройная пицца. десертики. Пицца за 24 лиры. Десертики под 5 лир. Это очень дешево для тирамису десертика. Ну, и Тепи ДНР тоже сэндвичи типа шаурмы. Лодичка. Цены в пределах 10 лир на все. Таник балует нас картошечкой популярной. Вот. С начинками и салатов. Цены по 7, 10, 14 лир. Еще у нас афсар. Тут у нас тоже салатики, которые прогреваются прям в треваз. напитки. каук. Это у нас курочка. И у нас готовят шикарное мясо. Курица. бургер. бургер кир понятно. Сэндвичи по 22, по 17 лир. Картошка фриз колы по 2 лиры. Есть даже за одну. Вот. можно купить 2 бургера за 18 лир. То есть это у нас 5 долларов за 2 бургера. Это была обеденная зона торгового центра Мол оф Анталия. Ну и давайте добьем Сабвей и Авалик. Бургеры сабвей тоже начиняются. Разными начинками только вместо картошки у нас тут бутер и похожие вавалики. Кафе Донат Бампи для тех кто желает более высокий уровень кафетерии. Тут у нас пончики снеки водичка много видов кофе приветливый персонал все красивенько симпатичненько диванчики барная стоечка и такие донатцы пончики пончики для кофе. Американским полисменам определенно здесь бы понравилось золото кофе мы наблюдаем как раз таки рекламный щит Анадолуа Атэши Данс Гостерин как раз таки освещенное сегодняшнему выступлению этой группы Анадолуа Атэши по переводу ясно что это танцевальная группа также также на этом мониторе состоящий из 24 метровых плазм рекламируется тизеры кинотеатра и набивают аппетит сходить в кино очень модно очень модная одежда для настоящих ценителей современного стиля все со вкусом бабочками стильненько платье для принцесс модные кепочки даже байные свадебные платья подгузнички обувь для девчат косметички носочки все славненько мы продолжаем наше путешествие в следующий бутик это был магазин Kids Homes у нас есть цел турецкая бытовая техника с 5-7 летней гарантией все аналогично с магазином Bosch следующий бренд у нас Деко также бытовая техника кстати с гарантией предложением от Apple и LG и магазин ZHR для меломанов и тех кто любит почитать книжный магазин на этом обзор бутиков второго этажа Молова Фонталя подошел к концу прошу обратить внимание на третий ярус какой прекрасный сад там продолжением будет как раз таки группа Аданова Атэши что еще не началось но народ уже собрался мы кстати наблюдаем балкона где люди переписывают Макдональд бурно аплодируют и требуют начала бурно аплодир бурно аплодируют Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...